Понимаешь, юно, после смерти родителей у меня не было никого ближе дяди. Он всегда был рядом и помогал в государственных делах, а еще много рассказывал о своем брате, моем отце, о том, каким славным воином и великом правителем. Я надеялся, что он хоть немного похож на него в этом. Сегодня я должен открыть тайник моего отца, славного эшператора Дамбуна, и тем самым подтвердить свое истинное право на следование престола. Так вот что за торжество у вас сегодня. Это действительно очень важный день. Но дело в том, что мои мысли уже давно не об этом. В юности один странник подарил мне декорный кристалл. Я поначалу отнесся к нему как к обычной безделушке, но однажды от прикосновения к моим рукам ярко засветился, и я оказался в совершенно незнакомом месте. Все было другое. Люди, дома, все косились на меня как на сумасшедшего. Я понятия не имел, как мне попасть домой. Просто крыл, куда глаза глядят, пока не устроился передохнуть, кроме одного раскидистого дерева. И внезапно ко мне подошла девушка. Она говорила на понятном мне языке, но упоминала какие-то странные слова. Что-то про косплей, китайские мультики. Прям в запалах память, не знаю почему. Но, понимаешь, она говорила, что уважает любое творчество, и как бы вот как-то прям продиклась мною. А я вообще не слышал, что кроме этих слов больше ничего, я был просто очарован ей. Ее звали Кана. Она взяла с меня слово увидеться с ней вновь. И после этого я вернулся домой. Вот как-то так. Неожиданно. Но сердце мое осталось в том мире. Я непременно должен был вернуться туда. Я вновь взял этот кристалл, и у меня получилось. И мы стали с ней встречаться регулярно. Все чаще и чаще. Я и с каждым днем, я не замечал, как все больше и больше влюбляюсь в нее. Я уже было хотел открыться перед ней. Хотел взять ее с собой, в свой мир. Я рассказал об этом своему дяде, но он почему-то ужасно разозлился. Он просто, он пришел просто в ярость. Он строго на строго, он вообще запретил меня хоть когда-нибудь еще раз возвращаться в этот мир. Но я не собирался вообще выполнять его нахаз. Мне было абсолютно все равно. Я хотел, не вернулся, но вскоре после этого кристалл исчез. Просто бесследно пропал. И вернулся в другой мир. Просто никакая возможность больше не осталась. Какая печальная история. Пойми, Юна, я должен ее разыскать. Хотя бы в последний раз, чтобы просто хотя бы объясниться с ней. Я могу тебе как-то помочь? Да, да, если ты можешь разыскать ее в другом мире и рассказать ей обо мне, я буду очень-очень благодарен. Разыскать ее в другом мире? Знаешь, это довольно сложная задача. Это все равно, что искать песинку посреди пустыни. Я могу помочь. Я помню, когда я встречала ее впервые. И она подарила мне изображение. Я хранила его все эти годы. Вот. Ты сможешь помочь мне? Я должен хотя бы объясниться с ней, лишь бы она не полунула меня. Ты знаешь, кажется, я могу тебе помочь. Я знаю это место. Хорошо. Постараюсь привести ее к тебе, но взамен ты расскажешь мне про кристалл и эту свою коллекцию. Это коллекция моего отца. Хорошо. Так тому и быть. Как только что-то узнаешь, сразу сообщи мне. Стражи тебя пропустят. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо за просмотр!